Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Развиваюсь в бывшем год назад, до сих пор опозитиваю его не могу. Каждый день мыслей, прикручивания о нём, как мы жили, как он себя вёл, обращался к психологам, помогал он на короткий срок. Подсказать позвонок техники отвязки бывшего с благодарностью к вам. Смотрите, что здесь бросается в глаза. В первую очередь бросается в глаза такое вот чрезмерное опредмечивание того, что с вами происходит. Или, иными словами, механизация. То есть вы хотите механически избавиться от привязки. Это несколько не конструктивная позиция, потому что тут дело не в механике. А дело в том, что у вас были достаточно сильные переживания, у вас была достаточно сильная получается травматизация, вот. И эта травматизация, она даётся себе знать. То есть расставание с бывшим мужем, вот, само по себе является травмой. А если вы в нём, в муже, я имею в виду, как-то вот нуждаетесь ещё к тому же, то, соответственно, привязка вдвойне. Получается такая, знаете, как бы двойная привязка в этом смысле. И тут ситуация, конечно, непростая и тяжёлая для вас. Дело в том, что то, что вы о нём думаете, ведь привязано к нескольким факторам. Первый фактор то, что вы были как бы от него зависимы, очевидно. То есть вы находились с ним в слиянии. Вот. То есть это именно вопрос такого вот слияния с человеком, вот, ну, в какой-то степени, ну, в какой-то степени растворения в нём. То есть вы в нём растворялись. То есть вы забывали о себе. Вот. То, что вы о себе забывали, не является случайным. Это нужно понимать. То есть то, что вы в нём растворили, связано с тем, что, ну, к себе вы, именно к себе вы относитесь несколько, ну, скажем так, обесценивающе. Вот. И это не связано напрямую с вашим мужем. Это связано с тем, как вообще глобально вы по жизни, к себе относитесь. Вот. Я бы так сказал. Глобально по жизни вы к себе относитесь, вот, судя по всему, опять же, несколько, ну, несколько обесценивающе. Вот. И, на мой взгляд, в первую очередь нужно корректировать это, чтобы вы, ну, скажем так, интересовались бы несколько лучше своей жизнью, чтобы она, ваша жизнь, была вам интересна, чтобы она, ваша жизнь, была для вас чем-то привлекательным. А получается, то, что вы думаете о мужа, получается, что вам ваша жизнь как раз таки интересна-то и не очень сильно. Вот. Поэтому здесь такой момент тоже. Это другая сторона вопросов. Еще одна важная сторона вопроса заключается в том, как мне видится, что осталось много невысказанного вашему мужу. То есть, вот, осталось много чего, что вы своему мужу не высказали, не выразили. Вот. И это тоже влияет, это тоже влияет и влияет, ну, на мой взгляд, довольно сильно. На вас это влияет довольно сильно. Это тоже то, на что необходимо обратить внимание. То есть, вот эта вот невысказанность, да, вот эта незавершенность, которую вы демонстрируете здесь, она влияет. И с этой точки зрения, с этой позиции, я бы сказал, можно, в принципе, говорить о том, что у вас несколько нереалистичные ожидания в психотерапии. То есть, вы как будто бы рассчитываете, что, ну, вот, одна беседа с психологом сразу позволит вам решить проблему. В данном случае, нет. Это психотерапия, это последовательное исследование себя, в первую очередь. И это изменение своей жизни, то есть, вам нужно меняться. Речь идет не просто о том, чтобы вы отпустили мужа. Опустить своего мужа вы сможете только, если начнете меняться. А процесс изменений ваших собственных, это процесс постепенный. Да, это проживание болезненности ситуации, это как бы изменение отношения к ней, это в какой-то степени снятие травматизации, да. Но это не все. Если ваша жизнь не наполнена, то вы так или иначе будете возвращаться. Так или иначе, вы будете возвращаться к, ну, к тому, что было с мужем. Потому что жизнь там, она в этом смысле была, ну, была более яркой, более интересной, вот, более насыщенной. Ну, просто вот по какому-то такому субъективному восприятию, вот. Это очень важный момент в данном, ну, в данном случае. И, соответственно, со всеми этими вещами, как мне кажется, нужно работать, вот. Хотите вы этого или нет. То есть, тут вот такая история. Поэтому, в этом смысле, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы подходили к, к психотерапии системно, а не как к чему-то разовому, ну, вот, в вашем случае, на мой взгляд. Так что я думаю, что здесь дело не в техниках и не в том, чтобы вам просто отпустить вашего мужа, а чтобы изменить представление о самой себе и своей жизни в целом. Вот. Потому как сейчас вы, ну, вот, по сути, возвращаетесь к мужу снова и снова. Я думаю, только, только потому, что нет ничего более интересного. Вот. Понимаете, да? Какая штука? Решать, конечно, вам. С чего я бы начал? Я бы начал с того, в первую очередь, чтобы прожить ту боль, которая у вас есть. Начать с этого. И дальше уже смотреть, в какую сторону вы хотели бы двигаться. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Выдаряю вас. Удачи.